Прошедшие выборы в Венгрии и в Сербии продемонстрировали то, что данное общество и данное государство имеют консенсус в собственном развитии. Этот консенсус строится на суверенном, независимом и прагматичном развитии. Данное общество, те лидеры, которые были переизбраны, они традиционно всегда выступали за добрососедские, порядочные отношения с Российской Федерацией. Почему? Потому что их экономики, их политическая сфера диктовали эту потребность. И то, что, например, господин Орбан традиционно говорит, что венгерские интересы для него и превыше всего, а это прежде всего и покупка российского газа, нефти, диверсификация этих поставок, то в этой ситуации, конечно же, он продемонстрировал последовательность, особенно на фоне как раз подготовки в отношении его и партии Фидеш, фактически сценария цветной революции. Потому что не секрет, что Виктор Орбан лично сделал личный вызов господину Соросу. Он выгнал, запретил на территории Венгрии работу фонда Сороса. Против него была организована коалиция с разноплановых и разнообразных политических сил, от ультралевых до ультраправых, целью которых был как раз недопущение переизбрания Виктора Орбана и установление в Венгрии прозападного марионеточного правительства. Те результаты, которые были озвучены, они демонстрируют как раз, что те миллионы долларов, которые были вброшены на свержение Орбана, они не нашли соответствующей почвы, и Виктор Орбан элегантно и убедительно победил на этих выборах. Это был фактически референдум суверенитету и независимости Венгрии. Такая практически ситуация имеет место быть и в Сербии. Сербия традиционно имеет дружественные партнерские отношения с Российской Федерацией. И не секрет, что было огромное количество попыток как раз изменить курс Сербии, повлиять. Вообще Сербия и Венгрия, коллективный Запад недоволен из-за того, что они не присоединяются к антироссийским санкциям, а Венгрия использует свое членство в Европейском Союзе, чтобы не допустить заморозить те санкции, которые пытаются навязать Европейский Союз в отношении России, прежде всего по вопросам энергетики. Тем самым, та пропаганда, антироссийская русофобия, которая сегодня просто валом льется со страниц западной прессы, она не нашла той плодотворной почвы ни в Сербии, ни в Венгрии, и не смогла повлиять на результаты избирательной кампании. Народы Сербии и Венгрии оказались солидарны в своей борьбе за суверенитет и защиту независимости собственных стран.